Друзья, с вами Максим Шингаркин, наш канал Свободное Дыхание. Сегодня мы в гостях у Игоря Николаевича Острецова, не просто друга нашего канала, не просто доктора наук, профессора, автора ядерно-релитистской физики, а мы на самом деле в гостях у человека, чьи горизонты намного превосходят все, что мы можем показать у нас на канале. Но, тем не менее, мы приезжаем к Игорю Николаевичу, хотел бы узнать ту малость, которую можем донести до вас, осознать сами. Игорь Николаевич, вот в последнее время мы с вами когда встречались, мы обсуждали, ну вот это глобальный, по сути, переход или отказ от урана, да, ну как в стратегически, даже геополитическом плане. Вот, ну вот сейчас прошло, почти скоро полгода, продолжают специальные военные операции на Украине, как вы знаете, есть ситуация специальная с Запорожской атомной электростанцией. И вот наши слушатели хотели бы вот узнать ваше мнение по поводу всего происходящего. Ну, я уже очень давно говорил, после Фукусимы, после Чернобыля, о том, что существует дефицит урана для атомной энергетики. Ее доля мизерная совершенно. Сжигать ее уран-235 преступно, поскольку развитие космических исследований, не только исследования серьезного освоения космоса, возможно, только на ядерных двигателях. И создатели этого мира специально нам дал уран-235 в руки, поскольку на химию мы можем вывести, ну, грубо говоря, так сказать, космонавтов с платочками, чтобы они помахали, значит, еще что-то. Ну, в лучшем случае это информационное обеспечение в ближнем космосе. А дальний космос вообще не светит в этом смысле. А поскольку на Земле уже проживает 8 миллиардов человек, а предельную цифру называют примерно в 9, и это уже наступит в ближайшее время, то начался серьезнейший энергетический дефицит, из-за чего вся эта кинокомедия происходит сегодня, что мы наблюдаем. Вот. А по-серьезному и промышленности, и энергетику все нужно переносить в космос. А это можно только сделать с помощью ядерных двигателей. И уран-235, как я уже сказал, дан именно для этого, потому что это был двигатель большой тяги, с очень большим удельным импульсом, и мы можем резко увеличить, так сказать, свою подвижность в космосе. Но, тем не менее, очень странные люди, так назовем, которые управляют сегодня миром, и атомной промышленностью в частности, продолжают уран-235 сжигать. Топливо поставляем на Ровенскую и Хмельницкую станции, с Запорожской станции обеспечиваем персонал, питаем Украину, если отключить электроэнергию, там вся логистика лопнет. Я, когда такие вещи говорю, мне говорят, ну как же, население будет страдать. А я всегда говорю, вы это объясните матерям и дочерям тех мужиков, которые там гибнут. И война длится уже очень долго, а если это сделать, она прекратится в три дня. Если электроэнергию отключить на Украину, там 52 или 62% электрогенерации атомной. Война кончится в три дня. И население будет страдать, и мгновенно проголосуют за вхождение в состав российской делегации. Не делают. Почему? Потому что сегодня есть гораздо более важная задача. Потому что глобальный энергетический дефицит. А есть три крупных потребителя. Китай, Штаты и Европа. Вопрос на сообразительность. Кого будем отключать первыми? Европу. Правильно. Как ты догадался? То есть ни один человек до этого не может догадаться. Идет отключение Европы. Это гораздо более важная задача с точки зрения глобальной ситуации. То есть формально мы потому не останавливаем генерацию и расход урана на Украине, что это позволяет держать вот эти европейские санкции, тем самым загоняя Европу в такой угол, из которого она уже не вылезет. А потом технически отключить Украину нам будет вот так. Отключить Украину – это две секунды. Отключить, и она сразу же вся побежит в сторону России. Поскольку на Украине ситуацию надо тянуть. Одномоментно этого сделать нельзя. Потому что если будет это одномоментно и неподготовано с точки зрения человеческой психики в Европе, то вся же Европа вылезет на улицы, начнется жуткий скандал. Конечно, и конечно. Поэтому это надо затянуть и вбить голову людям, что другого выхода нет. Мы делаем все, что можем, дескать, делаем. Но вот, видите, вот есть такие нехорошие, и конкретно Россия. Я еще раз повторяю, что сегодня главный вопрос уже не атомная энергетика для Штатов. Тот уран, который мы производим, они все равно будут получать. Сегодня главная проблема – это уже отключение крупного потребителя на органике. И при этом должен быть кто-то виноват в этом. Не то, что мы вошли в глубочайший энергетический кризис, а то, что существует такой плохой Максим Шенгаркин, который проводит очень плохую политику, в результате чего Европа страдает. Вот основная задача. И вот это кино разыгрывается именно на Украине. Потому что где ты еще разыграешь? В Польшу не пустят, еще никуда не пустят. А Украина, пожалуйста, площадка такая. Тем более, что Китай в свое время, как ты знаешь, хотел выстроить эту стену от Европы. Потому что он предвидел такое развитие событий. Потому что Европу придется отключать. Янукович, почему Белоруссию никто не трогает? Там миллионы китайских город стоят. Потому что Лукашенко подписал такое соглашение. У нас в Краснодарском крае китайцы тоже обосновались. Янукович был готов подписать такое соглашение. Китай в Крыму должен был построить пять глубоководных портов. И Украина была бы житницей Китая. И жила бы прекрасно. Но, как только это стало понятно, и Янукович был готов такое соглашение подписать, начался этот жуткий бардак и игра в то, что виновата Россия. Россия, по факту, ни в чем не виновата. Она делает то, что надо. И если бы на нее эти ярлыки не навешивали, то где ты виновата возьмешь? Ну, кого ты будешь кидать? Тогда виноваты Штаты, сами виноваты больше всех. В Европе начали это уже понимать. Мне многие звонят, что главный враг Европы – это Соединенные Штаты.